МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОНСОР ВЫПУСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Сеть магазинов НОРД Компания НОРД представляет НОРД в центре! Ээээ... НОРД в торговом центре ПАРУС Они пришли в самый центр города Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее Они команда Команда профессионалов Каждый из которых знает свое дело Каждый день они помогают сотням людей Сделать правильный выбор Они встретят вас, как самых близких друзей И предложат вам самое лучшее Чтобы вы пришли сюда снова И вы придете в НОРД в торговом центре ПАРУС Потому что вам нравится удобная парковка В самом центре города Вам приятно вежливое обслуживание Вас покоряет достойный выбор Вас удивляют низкие цены Вам удобно делать покупки с помощью Различных кредитных программ Здесь все создано для того Чтобы вам было хорошо Такой НОРД Только в торговом центре ПАРУС 30 лет был КСМ 12 Сегодня в выпуске Потом Киршова на Украине Уникальные находки ишинских краеведов Семерка на столбе ДТП в центре города Анастасия. Королевское имя В администрации города прошло первое совместное совещание По вопросу безопасности дорожного движения На территории Юго-Тюменской области На совещании было отмечено, что по сравнению с предыдущим годом Рост ДТП в регионе увеличился на 22% При этом смертность выросла на 40% В Ишиме по сравнению с 2011 годом Рост ДТП составил 10% Самое тяжелое положение в Казанском районе В этом населенном пункте Количество дорожно-транспортных происшествий Возросло на 60% Чаще всего причины такой статистики Кроются в человеческом факторе Сегодня мы ужесточаем законодательство Административную ответственность за те или иные правонарушения Но этого безусловно недостаточно Надо посмотреть, как в целом перестроить нашу всю работу Особенно в сельских территориях Где все друг друга знают Где каждый знает, кто и как управляет автомобильным транспортом Кто пользуется транспортом, который уже давно снят с учета Но все равно все еще болтается на наших дорогах Как правило, без номеров И управляется с нарушениями правил дорожного движения Кто садится за руль в нетрезвом виде Кто не приобрел до сих пор кресла для перевозки детей А это, в конце концов, складывается Казалось бы, небольшие нарушения Но они складываются в те большие трагедии Которые приходится переживать нашим семьям Создать обстановку нетерпимости к алкоголизму за рулем Провести в сельских поселениях подворовой обход С целью выявления транспорта, не состоящего на учете И иного автохлама Одни из главных задач, озвученных на совещании Бороться с беспределом на дорогах предлагают всем миром В продолжение темы В период с 23 по 26 июня этого года На территории Шима и Шимского района Зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий Одно из них с пострадавшим Неприятным также остается и тот факт Что между серьезным ДТП в центральной части города Не проходит и месяца Так, 25 июня в 2.30 дня Водитель автомобиля ВАЗ-21074 Выехал на перекресток улиц Карла Маркса и Суворова Под запрещающий желтый сигнал светофора Где и встретил Ладу 11-й модели Радует, что в результате аварии пострадавших нет Но учитывая траекторию «семерки» Последствия могли быть серьезными Всего же за указанный выше период сотрудниками ГИБДД Было выявлено более 400 нарушений правил дорожного движения 16 водителей задержаны за управление автомобилем В состоянии алкогольного опьянения Кстати, по словам очевидцев Водитель «семерки» на столбе тоже был на веселе Любая находка, связанная с именем знаменитого земляка Петра Павловича Иршова Событие для культурного центра имени сказочника И ожидание новых историй для его посетителей Недавно поиски завели исследователи жизни и творчества Иршова на Украину В 1913 году судьба занесла в Киев сына поэта Владимира Иршова Который до этого жил в Благовещенске, затем в Париже На Украине обнаружилась и сенсационная находка Часть семейного архива семьи Иршовых Хранительниц артефактов была внучка Петра Иршова Ольга Мы знали, что Ольга Иршова жила на Украине Что она жила в селе Бышев Киевской области Но даже не надеялись на то, что какая-то часть ее архива сохранилась Знали о том, что этот архив погиб во время войны И вот к нам пришло известие от одного из жителей села Бышев По имени Александр Такой человек оказался неравнодушный, который узнав о том, что все-таки остаток этого архива жив Сообщил нам об этом Сообщил о том, что жив приемный сын Ольги Владимировны Иршовой Вадим Иршов, которого мы уже не надеялись увидеть живым И вот это известие, оно подвигло нас в такой дальний путь Чтобы поехать на Украину, поехать в Киевскую область Но едва ли не важнее находок материальных стала встреча с уникальным человеком Как оказалось, в селе Бышев до сих пор живет приемный сын Ольги Иршовой Вадим Инвалид с детства, но он обладает живым умом и редчайшей памятью При этом свидании присутствовали наши украинские коллеги-тележурналисты Ученые записывают каждое слово, говорят, его информация бесценна К нас потрясли мифы, там очень много деталей Больше его никто не знает Он знает всех и все, потому что этот человек действительно сам себя развил Он всегда интересовался этим И поэтому он нам, просто для нас кладезь сведений необыкновенных Открылась еще одна страница жизни семьи Иршовых И на выставочных стендах культурного центра теперь появятся новые экспонаты Это семейные фотографии, открытки и документы В старинном ридикюле обнаружилась шкатулка для драгоценностей и чернильница А воспоминания украинца с фамилией Иршов лягут в основу новой книги Просибирского сказочника Сотрудники ГИБДД и судебные приставы вновь объединились в поисках неплательщиков С 18 по 22 июня специалисты провели профилактическое мероприятие «Должник» Цель этого мероприятия, чтобы водители, которые нарушили правила дорожного движения Будут составлены административные материалы, чтобы они вовремя оплачивали штрафы В тот момент оплачивая штрафы будут составляться административные материалы Которые будут в дальнейшем рассматриваться в мировом суде Добавим, что ко всем гражданам, допустившим подобное правонарушение По решению судебного органа будет применяться административный штраф в двойном размере Но не менее 1 тысячи рублей Либо административный арест до 15 суток В ходе мероприятия, помимо нарушителей дорожного движения Судебные приставы выявили также неплательщиков по другим административным штрафам Однако, как отмечают специалисты, из 60 водителей Должниками обычно оказываются лишь 5-6 человек Ишимский отдел судебных приставов работает по городу Ишиму Ишимскому району, село Большое Сорокино И весь Сорокинский район захватывает на исполнении Всего за 2012 год находилось около 10 тысяч исполнительных производств На остатке в данный период находится около 5 тысяч исполнительных производств Из них мелких штрафов, наверное, полторы тысячи исполнительных производств При этом, по данным ГИБДД Ишима, с января по май текущего года В суд было направлено 492 административных протокола 60 человек были арестованы, более 400 были вынуждены оплатить штраф в двойном размере Внимание, розыск! Разыскивается без вести пропавшая Марченко Ирина Александровна 1961 года рождения Уроженка города Заводоковска Проживающая по адресу Город Ишим, улица Береговая, 45, квартира 16 25 июня около 9 вечера ушла из приемного отделения Областной больницы номер 4 города Ишима В неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно Приметы Русская, рост 160 сантиметров, среднего телосложения Волосы черные, длиной чуть ниже плеча Глаза серо-зеленые, передние зубы сломаны Была одета Блузка черного цвета Брюки черного цвета Голова перевязана медицинской повязкой Страдает эпилепсией Если вы располагаете информацией, которая могла бы помочь в ее поисках Просим вас сообщить об этом в МВД России и Шимске по телефонам 2-12-79, группа розыска 7-98-08, дежурная часть Или 0-2 Отшумели в школах выпускные, однако появились у молодых людей и новые заботы Подготовка к вступительным экзаменам в ВУЗы и СУЗы страны Приемные комиссии учебных заведений начали свою работу Так и ГПИ имени Петра Павловича Иршова уже 20 июня открыл двери для абитуриентов По словам руководителя педагогического института, в этом году учебное заведение предлагает будущим студентам более широкий выбор Сейчас ВУЗ набирает абитуриентов по 20 профилям В истории ГПИ это абсолютный рекорд И теперь ребята, которые не планируют связывать свою жизнь со школой, могут пройти обучение по специальностям социальная работа и социально-культурная деятельность К сожалению, выпускники данных направлений, я имею в виду выпускники социальной культурной академии Тюмени, выпускники Тобольской педакадемии, они не слишком охотно едут в наш регион Поэтому мы надеемся заполнить вакуум, существующий на рынке труда нашими специалистами На этот год один из ведущих педагогических вузов Тюменской области имеет около 400 бюджетных мест Иногородним студентам администрация института предлагает проживание в общежитии, которое, кстати, в 2008 году было признано лучшим в Тюменской области Как отмечает председатель студенческого правкома Андрей Шабанов, в общежитии ГПИ созданы все условия для обучения и здорового досуга студентов Есть там и компьютерная комната с доступом в интернет, и тренажерный зал, постирочная комната, новые душевые и так далее В наше общежитие, в соответствии с законодательными нормами, заселяются вне конкурса дети-сироты, дети-инвалиды Мы внесли еще такую поправочку в локальном нормативном акте, что в наше студенческое общежитие без конкурса заселяются дети из многодетных семей и дети из педагогических семей То есть продолжаем продолжение династии, приветствуется По данным специалистов, за три дня работы приемной комиссии ГПИ заявление на заочную форму обучения подали более 50 человек, на очную 8 Большим спросом пока пользуется педагогический факультет, однако говорить о том, будет ли серьезный конкурс среди абитуриентов на любой из факультетов, пока рано Первая красавица Ишима любит читать, интересуется психологией В прошедшее воскресенье 10 девушек вышли на сцену киноконцертного зала имени 30-летия ВЛКСМ, дабы выяснить, кто же наденет корону Мисс Ишим 2012 Около часа горожане могли лицезреть красоту на сцене 30-ки И вот после череды испытаний, разумеется, не без споров, жюри выявила новую обладательницу короны Мисс Ишим Здравствуйте, Мисс Ишим это небесное создание, воплощение сказочной мечты, облако неизбыточных желаний, ветер из добра и красоты Может быть это высказывание, а может быть доброта и харизма Анастасии покорили судей конкурса Именно Анастасия Кожурова примерила желанную корону Как рассказала сама красавица, она не особенно верила в свои силы И даже на участие в конкурсе решилась не сразу Эх, если бы не коллектив на ее работе, мы бы так и не узнали, насколько очаровательна эта девушка Вот этот конкурс, он несомненно дал какой-то опыт ходьбы по подиуму, как себя преподносить людям Это же очень влияет И поэтому, тем более я даже заметила, вот у нас есть одна девушка, которая участвовала, не буду говорить кто Но поначалу она себя очень скромно вела Потом уже почувствовав, видимо, что она состоит в коллективе 10 красавиц, которые будут участвовать на этом конкурсе Она явно раскрылась Поэтому вот этот прогресс налицо Поэтому желаю, чтобы вы всегда оставались такими замечательными девчонками И главное, веселыми Потому что юмор, улыбка на лице всегда притягивает людей Все девушки хороши, но что уж поделать, корона одна Этот год она пролежит где-то в комнате Анастасии Кстати, Миссишин-2011 тоже зовут Анастасия Может, все дело в имени? Вот это проверим уже в 2013 году Спонсор выпуска информационной программы «Объектив» — сеть магазинов Норд Компания Норд представляет Норд в центре Ээээ... Норд в торговом центре Парус Они пришли в самый центр города Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее Они команда Команда профессионалов Каждый из которых знает свое дело Каждый день они помогают сотням людей сделать правильный выбор Они встретят вас, как самых близких друзей И предложат вам самое лучшее Чтобы вы пришли сюда снова И вы придете в Норд в торговом центре Парус Потому что вам нравится удобная парковка в самом центре города Вам приятно вежливое обслуживание Вас покоряет достойный выбор Вас удивляют низкие цены Вам удобно делать покупки с помощью различных кредитных программ Здесь все создано для того, чтобы вам было хорошо Такой Норд Только в торговом центре Парус 30 лет пол КСМ 12 О погоде в Ишиме на 28 июня Четверг Температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов Днем 13 тепла Ветер северный 5 метров в секунду Пасмурно Возможен дождь Они живут среди нас Ты можешь их видеть Они поют для нас Ты должен их слышать ТНД Ишим Только наши Подземная тьма Разгоняла тоску Вечер воняет чем-то Сегодня не усно Пеликал телефон Разрывал серый фон Квадродолбе в уши Прикупил айфон Замки на замок Закрой свой рот Не надо впаривать сейчас Как прекрасен смог Шепот Из-под заборных хлопот Ты не залечишь мне Что я попал в паутину Дела нормально у меня Че не вывожу Со мной мой спаситель Че я промолчил В стенах андеграунда Волки хранят молчание Чистое небо Над головой твое признание Уже все готово Последние времена Чистое сердце Я верю будет у тебя Узаконенный закон Твоя свобода Не гони Что я струил Сектанское болото Теперь говоришь Что прикололо Слушай мое слово Это не страшное соло Просто так надо Мысль здравая Я подниму Над головой Истинное знамя Все привыкли слышать Как все в мире плохо Не создавай себе проблем Отойди в сторону Не кричи Как тебя все это достало Не читай между строк Мотай в самое начало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok